Ребята, особо чувствительным, конечно, слушать дальше нельзя, но я по поводу вот этой паники, которая с 100 летной бумагой просто у меня не помещается в голове. У меня один простой вопрос. Вы что, не можете просто взять и помыть жопу? Просто взять и водой помыть жопу? Залезть в ванную? Я не знаю, свесить жопу над ванной? Помыть водичкой? Смыльцем? А потом это все смыть? Друзья, всем привет! И опять мы выходим с новостями касательно того, что происходит у нас в США. Вот только недавно я выпустил, если вы еще не смотрели, интервью с мамой, которая в данный момент находится в Италии. Но на тот момент еще не было объявлено чрезвычайное положение в США и теперь оно объявлено. Каким образом это коснется нас, каким это образом коснется Остина и штата Техас, где мы в данный момент находимся. В принципе, что такое чрезвычайное положение? Опасаться его не стоит, хотя это звучит страшно и представляются какие-то войска и комендантский час. Но все не так страшно. Все на самом деле сводится к тому, что у президента есть доступ к бюджету без каких-либо посредников и можно быстрее решать всякие финансовые дела. И помимо этого Трамп долго выступал вчера. Прежде всего он дал доступ к медикэр, который дает доступ к медицинским учреждениям большему количеству населения. Потому что в США очень много людей, которые не могут позволить себе медицинскую страховку, это позволит им проходить медобследование. Детали этого пока неизвестны. Также увеличивается пропускаем способность больниц и, что немаловажно, это дает разрешение людям, которые в одном штате имеют лицензию, работать с этой же лицензией в другом штате. Что при обычной ситуации, ситуация невозможная. Также отменяется правило того, где конкретно можно проходить какие-либо тесты. И так как здесь популярная такая система из drive-thru, когда кофе, всевозможные магазины, ты можешь просто не выходя из машины купить что угодно. То же самое будет с этими диагностическими центрами, которые можно будет развернуть, даже не выходя из машины. Тоже каким это образом будет сделано, я по крайней мере пока не знаю. И что касается финансовой стороны вопроса, то временная отмена процентов на возврат денег по студенческому займу, что в принципе хорошо. И много шло речи о том, как будет поддерживаться малый и средний бизнес, выделяется огромное количество денег, потому что сейчас, как ни крути, но много бизнесов теряет деньги. Хочется сказать еще про вчерашний день. Я вчера в полдень возвращался домой и заехал по пути в магазин. И такого, конечно же, за все время жизни здесь, в Техасе, мы еще никогда не видели. Это очередь на кассу. Елки полки, но там в конце. Я вот стою в самом конце супермаркета. Про туалетную бумагу тут уже говорить нечего, это уже у всех на устах. Ну в принципе, количество народу, количество еды, которые они скупают, просто в каких-то нереальных масштабах и практически все ограничено определенным количеством предметов, назовем их так, в одни руки. Что неудивительно, потому что весь спрос обеспечить невозможно. Также сегодня пришла новость о том, что самая популярная сеть супермаркетов H&B у нас в Техасе начинает работать с 8 утра до 8 вечера. То есть, я так понимаю, в ближайшие дни они просто не успевают возобновлять эти все продукты. Раньше график работы был кое-где круглосуточно, где-то было с 6 утра до часу ночи. Посмотрим, насколько это коснется долго нас и что будет происходить дальше. Касательно работы. У нас в четверг было собрание, на котором объявили, что можно будет работать из дома. И желательно работать из дома. Но после того, как в пятницу Трамп уже ввел чрезвычайное положение, нам сообщили о том, что в следующую среду, со среды по пятнице, у нас будет проводиться дезинфекция всего здания. А в понедельник-вторник нам настоятельно рекомендуют работать из дома и никуда не выходить. И так вплоть до 3 апреля. То есть, следующие 3 недели. Сейчас я предлагаю вам прогуляться вместе с нами в магазин и вообще посмотреть, что там происходит. Действительно ли так все страшно, даже по сравнению с тем, как это происходило вчера. Ну вот, ребята, сейчас мы в даунтауне прямо находимся. И я не знаю, мы давненько здесь не были. Но в принципе, мне кажется, что народу достаточно. И, честно говоря, блин, плевать, наверное, они хотели на всю эту панику. Посмотри, как они веселятся, развлекаются, гуляют. Вы видите? Ну вот, я уверен, сейчас зайти в ближайший супермаркет, там апокалипсис. Выходишь на улицу, здесь люди кайфуют, катаются на велосипедах, гуляют с собачками, бегают. Ну, в общем, короче, не идите в супермаркет, если хотите жить нормальной жизнью. И не читайте газет. Так, друзья, мы заехали в один супермаркет. Ну, тут полупустые полки. Вот эта еда, которая просто в микроволновке готовится там или в духовке, наполовину раскуплена. Но главный акцент, естественно, в магазине идет, конечно же, товар года. Пожалуйста, такие гигантские пирамиды построены. Это, правда, не туалетная бумага, это салфетки. Но их можно тоже использовать. Многие постили фотографии с тем, что нету фруктов, никаких овощей, ничего. Ты же когда был в супермаркете, я когда была. Не было? А, ну да. Ну, я не видел, короче. Ну, просто, ребята, вот, пожалуйста, все на месте. Все. Абсолютно. Вообще. Ешь сколько хочешь. Просто завались. И вот. Посоединяюсь с тем, что было вчера. Ну, я не удивлен, в принципе. Я думаю, что они этот дефицит восполнят. Мы говорим, что картошечки там подразгребли сладкую, мясо подразгребли. Но сейчас все равно видно, что такие пустоватые полки. Но все равно все есть. Ну, как вон, например, сзади колбаса. Да. Вот мы находимся. Здесь паста для соуса была. Здесь вот рис, точнее, соус для пасты. Здесь остатки риса. Ну, видите, рис, макароны, крупу практически повыгребали. И пишут, что скоро будет, в общем, возобновлено все это. Ну, в целом, да. Я и такого никогда не видел. Я вообще в такой, в американском супермаркете даже мивину повыгребали. Вот это макароны с сыром для микроволновки. Честное слово, ребята, для американского супермаркета это невообразимо. Потому что всего должно быть в таком достатке, чтобы вот прямо с полок валилось. И вот единственное, что изменили. Теперь очередь стоит не в каждую кассу. Видите, такую ленту протянули. Как будто место преступления огородили. И одна общая очередь стоит на все кассы, которые есть. Ну, в принципе, правильно сделали. Потому что я, когда вчера был в магазине, вот так вот на весь ряд это тянулось. Хай! На весь ряд это тянулось до конца магазина. И так неудобно. Не дают людям купить ничего. Таблетки, пожалуйста, все скупили. Просто какие-то стоят, но какие-то люди знающие, видно, выкупили. Вот это все. Да, это для иммуномодуляции и его температуры. Да. Вон, пожалуйста, пустые полки. Но, опять же, я думаю, что это ненадолго. И вот, тоже. Обалдеть. Ну, это просто какой-то Советский Союз. Раскупили все салфетки. Так, мы заехали в еще один магазин. Но тут большая жесть. Это все бобы, бобы, консервы. В общем, какие-то кашки. Раскупили. Тоже полнейшая жесть. И вон дальше тоже консервы. Люди это вообще никогда в жизни не покупают. Варенье какое-то. Зачем они все это делают? Жесть. Причем, ребята, я гарантирую, что это там пару дней, и все будет восполнено. Смысл? Ну, да. Скорее всего, завтра большинство из этого уже появится. Хлебобулочные в этом магазине просто практически нафиг все повыметали. Что-то, конечно, пооставалось такое по мелочи. Но мы, кстати, едим вот такой хлеб постоянно. Он на месте. Его еще хватает. Авокадо, помидоры, авокадо, помидоры, помидоры. В общем, как видите, вымели все напрочь. Хотя вот обычное авокадо еще есть. Какие-то они не очень, да? Ну, они зеленые. Ну, смотри, у нас дома еще есть эти что. Нет, с лишней. Бананы почти поразбирали. Ну, и с той стороны овощи, ой, точнее, фрукты какие-то повыносили. Что-то здесь было. Наверное, апельсины, мандарины, яблоки. Ну, блин. Манги по распродаже, но они никому не нужны, потому что они зеленые. Да, такие они зеленые. Курицу практически выгребли. И здесь вообще вот эта свинина, а вот эта курятина. Какие-то остатки есть, наверное, недавно выложили, а так повыгребали. Такую картину я наблюдал еще вчера. Ни единого вообще рулона, ни салфетки, ни приолетной бумаги, ничего. Просто весь ряд пустой. И яиц обычно стоят просто здесь ящиками они. А сейчас практически нету. Но мы еще на что-то успели, потому что у нас как раз закончились. Ну, и теперь, естественно, на каждой кассе стоит санитайзер. Не, не стоял, конечно. Что, в принципе, логично было бы, чтобы он стоял здесь всегда. Ну, вот хорошо, что люди об этом задумались. Не против, если мы поснимаем? Так, вчера Камила здесь гречку покупала еще. Но сегодня уже все повыносили. Я купила, потому что у нас закончилось. Да ладно, потому что ты просто паникер. Все остальное на месте, кстати. Ну, видишь, какие-то там, может, паштеты немножко закончились. А так, в целом, все на месте. Запасы есть. В целом, по ситуации, как вы видели, ничего военного не происходит. Все в порядке. Да, люди чуть-чуть запаниковали. Да, они чуть-чуть скупили лишней еды. Но я уверен, что через несколько дней это должно все нормально, прийти в нормальный режим в Штатах. И все будет в порядке. Все нормализуется. И будет так, как и должно это быть в нормальных условиях. Все. Всем пока. Всем пока. Пока. Всем пока.